Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Африка 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 очень острыми, несмотря на свою красоту и философичность. Поэтому я стал поклонником этой группы, и мы даже несколько раз вместе выступали. Тогда были популярны так называемые «дринчи» на флетах, когда музыканты не в каких-то богемных автопатиях в клубах зависали, а зависали на каких-нибудь больших квартирах, каких-нибудь хипушек с богатыми родителями. Ну и там, конечно, я пересекался с некоторыми музыкантами из комитета охраны тепла, было какое-то общение. В последующем небезызвестный Брыд приезжал и вместе с нами ездил на нашу знаменитейшую репетиционную базу поселок Привольный под Минском. То есть поселок Привольный, по совместительству, он еще являлся таким центром индустриальным, где проходили испытания МАЗы. Поэтому, понимаете, какой там, в общем-то, контингент обитал. Но мы вот в Доме культуры, внизу шла какая-то вот эта гопническая дискотека, мы какими-то там закоулками пробирались в нашу точку, доставали из чехлов, из-под аккордеона допинг, ну и начинали репетировать. В общем-то, там он нас учил каким-то азам, потому что, в принципе, не барабанщик, не басист, о основах реги и там ничего, в общем, не слышали. Я знаю, что где-то там к началу 90-х, несмотря на свой вот андегранный образ жизни, несмотря на такое явное антисоциумное поведение, группа комитета охраны тепла при этом была в Минске очень востребованной. То есть, когда проходил фестиваль, наверное, самый большой фестиваль в 90-х, в Минском дворце спорта «ПГ Сердитый праздник», приехало очень много так называемых хедлайнеров, то есть «Машина времени», «ДДТ», ну там еще какие-то мастодонты зарождающегося вот этого унылого русского рока. Вот, но я знаю, что в основном тусняк шел на две группы, то есть на группу комитета охраны тепла, на три, вернее, группа, славная питерская группа «Два самолета» и «Рижский герой» Карл Хламкин. Вот эти три коллектива пользовались громадной поддержкой аудитории, песни пились хором и все однозначно признавали их главной сенсацией, то есть вообще вот всего этого классного праздника, для рок-н-ролла. Поэтому я думаю, что в общем-то группа комитета охраны тепла она могла претендовать на какое-то глобальное место в ореопаге, да, то есть вот всего рок-н-ролла русского. Как минимум потенциал написания хитов, да, вот это такое, может быть, попсовое выражение, но в принципе Олди умел петь очень запоминающиеся песни, в этом он был похож на Егора Летова. То есть потому что очень много андеграундных ребят, они не умеют собирать обрывки своих фраз и мелодий в какую-то замкнутую четкую форму. Вот у Олди был мелодистом, он красиво пел, и песни его запоминались на раз, поэтому в компаниях постоянно звучали розовый балет, там Ирландия, Африка, скажи нам Джарус. Это мы все пели, знали наизусть, и будучи уличным музыкантом, вот, я тогда исполнял набор из различных попури, из комитета охраны тепла, Янки, Цоя, группы Ноль в Минске пел. Вот песни были очень популярны в Олди. Вот это все, что в принципе я как-то могу вспомнить, было очень много еще каких-то моментов, но все это уже достаточно интимно, и все это уже мифология. То есть я боюсь соврать, боюсь перепутать время и даты. Сейчас коснемся на сегодняшнее время. То есть у меня давно было желание спеть какую-нибудь песню, сделать какой-нибудь кавер, но как-то все не получалось. Ну, пытались репетировать, что-то не шло. И когда мы взялись за песню «Африка», мы поняли, что нужно теперь самого Олди найти автора, то есть сейчас появились вот все эти авторские агентства, и поэтому мы должны были у него узнать разрешение. Ну и тут началась уже настоящая мистика, тут уже началась такая булгаковщина. Наш пресс-атташе Александр Бергер стал искать телефон, потому что Олди тогда, по-моему, метался по всему Советскому Союзу, его кто-то слышал в Питере, кто-то в Калининграде, и увидел кто-то в Москве. Ну, то есть все это было связано, конечно же, с тем, что человек еще постоянно, ну, как бы, менял свободу на прописку на зоне, да, как бы, то есть, ну, жизнь его была полна и приключений. Вот. И нашли телефон, и Саша Бергер позвонил, и Олди рассказал очень смешную историю, как бы, ну, смешную и вместе с тем трагичную. То есть, он ехал, собирался лететь куда-то, по-моему, в Владивосток, ну, куда-то в дальние края или Хабаровск, и, как это сейчас часто бывает, промоутеры их кинули посередине, вот в Москве вместе со своим другом, он где-то завис между рельсами самолетов, не имея в кармане ни копейки денег, находясь в достаточно веселом и необычном состоянии, да, наверное, пересекается с персонажами страха и ненависти в Лас-Вегасе, да, вот Хантер Тобсон со своим адвокатом, да, вот в таком состоянии. И тут ему звонит пресс-атташе популярной молодежной группы и говорит, мы хотим спеть вашу песню, кому платить, как вообще мы можем вам помочь, встретиться, ну, и Саша Бергер помчался в аэропорт, вытащил их с этой кичи друзей, они у него поселились на неделю, вместе с ним гуляли по Москве, посещали различные рок-н-ролльные помпезные мероприятия, какие-то презентации, Олди очень веселился и радовался тому, что происходит вообще, как это все сейчас богенно и с шиком проходит, да, то есть он стал на несколько презентаций альбомов каких-то, и вот тут Саша Бергер и Женя Калмаков, наш продюсер, его там выгуливали, вот, и показали песню, Олди, в принципе, им понравилось, и он даже говорил о том, что неплохо было бы вместе спеть эту композицию, и мы записали ее, приступили к съемкам клипа, и это как бы факт, мы хотели еще подснять Олди, в конце клипа он должен был помахать ручкой, там, типа, передать эстафету, вот, но случилось то, что случилось, когда мы ехали на гастроли в Финляндию, мне позвонили, сказали, Олди умер, и у нас был, клип был готов, то есть вот с дня на день мы должны были его запускать, был уже какой-то четкий план действий, он был связан, там, с понятием священный огонь, там, с тем, что любите героев, пока они живые, да, вот это как в песне Чайфа, ну, короче, вот об этом была речь, а тут Олди как бы умер, вот, и получилось, что мы поменяли всю концепцию, все стало более, ну, как бы, менее помпезно, но при этом мы ощутили какой-то интерес, которого до этого не было, к этому синглу, то есть мне звонили, ну, не знаю, 10, наверное, изданий с Калининграда, до этого я вообще ни разу не слышал ни одного вопроса по поводу своего великого земляка, вот стал проявляться какой-то интерес, причем какие-то совершенно не музыкальные издания, да, там, и телевизионщики, всем мы рассказывали, ну, вот так произошло, что герой продолжает жить даже после своей смерти. Я не знаю, насколько у нас получился данный номер, то есть мы эту песню поем на концертах уже там полгода, в принципе, нашим ребятам, которые ходят на наши концерты, песня очень нравится, я знаю, что многие благодаря этой композиции вообще узнали название Комитета охраны тепла и сейчас слушают эти замечательные песни, так что мы, может, немножко хотя бы внесли лепту в память об этом интересном, самобытном, очень талантливом человеке. Реинкарнация интереса, потому что для меня такие группы, как Комитет охраны тепла, гражданская оборона, веселые картинки, автоматический удовлетворитель, да даже группа зоопарка, они, или башлачев, они немножко находятся в некой тени, да, то есть вот сегодняшних рок-идолов, да, то есть вот этих, ну, таких стадионных, успешных, мощных, вечно живых, да, таких, уже барельефов, можно сказать, артенрольных, мне кажется, что, как минимум, нужно немножко подвинуться, потому что рядом с ними на этом Олимпии должны стоять и такие люди, как Олдер. Настоящий контур-культурный герой. Не то, что нынешние плены. Давайте же споем сейчас песню, которую я написал очень талантливый, добрый и неординарный человек. Его зовут Олдер и группа комитета храны тепла спели песню про нашу Северную Африку. Пускай же братьям и сестрам, пускай же ребятам и жирафам станет по-настоящему тепло. Пускай им будет хорошо после этой композиции. Северная Африку Северная Африку Северная Африку Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за внимание.